Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. С начала года в столице на тушение пожаров и ликвидацию ЧС спасатели совершили более 2200 выездов. В результате боевой работы были спасены и эвакуированы из опасных зон почти 200 человек. На пожарах за это время погибли 7 граждан. 25 пострадали. Далее о том, какой была минувшая неделя в сводках столичных спасателей. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В понедельник вечером на улице Горецкого произошло дорожно-транспортное происшествие. И помощь спасателей потребовалась водителю Ситроенок Сара. Он столкнулся с припаркованным легковым автомобилем Форт Мондео и перевернулся на бок. С помощью подручных средств спасатели деблокировали 49-летнего водителя и передали его медикам. С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, средней степени тяжести, сочетанная травма, мужчину доставили в больницу. А вот во вторник днем в столичном микрорайоне Сухарева на улице Янковского загорелись два балкона многоэтажного дома. Пламя начало распространяться с восьмого этажа из-за брошенного сверху окурка. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров. Эвакуация не потребовалась. На прибытие пожарных жители верхних этажей успели самостоятельно спуститься на улицу. Пострадавших тоже нет. Предполагается, что окурок был занесен на балкон ветром, а там в свою очередь хранились легковоспламеняющиеся сухие вещи. Это и стало причиной пожара. Помните, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих людей. В среду вечером в одном из детских садов Минска спасатели отловили четырехметрового тигрового питона. Змею на территории яслей сада на улице Уборевича обнаружили уже после закрытия учреждения. Никто не пострадал. Спасатели отвезли питона на временное содержание в Минский зоопарк, где специалисты установили, что рептилии около пяти лет. Она весит 8 килограмм. Хозяин змеи в скором времени нашелся и забрал своего любимца домой. Выяснилось, что мужчина решил проветрить комнату, где находилась змея, и открыл окно, через которое рептилия спокойно уползла на улицу. В четверг примерно в час дня в дежурную службу МЧС по номеру 101 позвонили очевидцы и сообщили о горящем автомобиле. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Адоевского. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили охваченный огнем автомобиль Opel Zafira. Спасти имущество не удалось. Иномарка полностью выгорела. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в 16-летнем автомобиле. Чаще проверяйте электропроводку своих машин. Только своевременная диагностика состояния автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Минск чрезвычайный. Вся оставшаяся часть недели прошла достаточно спокойно, и серьезных по своим последствиям ЧП в городе не было зафиксировано. О происшествиях все. В заключении хотелось бы напомнить. Вчера в республике стартовала акция в Центре внимания дети, приуроченная к началу учебного года. Пройдет она в три этапа. В рамках первого этапа мероприятия пройдутся в крупных торговых центрах столицы. Работники МЧС и юные спасатели перед новым учебным годом расскажут о причинах возникновения ЧС, раздадут памятки и брошюры. Напомнят родителям о том, что, собирая детей в школу, нужно не забывать обучать их правилам безопасности. Проведение второго этапа запланировано на начало сентября. Он будет включать профилактические беседы на школьных линейках, классных часах и родительских собраниях. Работники МЧС расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях. Помимо этого, в учреждениях образования пройдут плановые эвакуации и тематические уроки безопасности. Во время третьего, заключительного этапа спасатели посетят дошкольное учреждение, где в интересной и понятной малышам форме научат правильно звонить в МЧС, покажут, как покинуть задымленное помещение, посмотрят вместе с ребятами, обучающими мультфильм «Волшебная книга», а с родителями и педагогами обсудят главные аспекты детской безопасности, ответив на все интересующие вопросы. Главная цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме травматизма и гибели, оставленных без присмотра детей. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.